всем привет вы на канале садика страсть меня зовут максим и мы продолжаем наш марафон это уже пятая часть прошлой части мы сделали этот блок ну так скажем не совсем он был простой при реализации да но тем не менее сделали все работает единственное что мы не сделали это ховер эффект но и думаю мы сделаем его чуть попозже вот а сейчас мы переходим дальше у нас следующая секция эта секция с партнерами ну и вот эта секция думаю они будут разные ну то есть именно логически эти секции разные но мы сделаем я думаю обе сразу потому что это совсем простая это но чуть чуть сложнее поехали ну что ж давайте смотреть значит что нам нужно нам нужно в первую очередь позакрывать все что нам здесь не нужно лишнее всякие ненужные файлики и создать новые файлики свои давать все время макет в макете у нас партнерс да ну мы так и назовем партнерс партнерс html плюс вообще эти партнеры у нас повторяются немножко да если мы посмотрим на макет вот этот блок у нас повторяется прям полностью да это вот этот нижний вот он прям можно сказать один ну не можно сказать я точно один в один да отзывы клиентов повторяются и где-то у нас еще повторялись эти же логотипы ну вот есть вот такой немножко другой да немножечко совсем другой но в целом суть та же и по-моему где-то еще было повтор но может быть я уже забыл ну видимо да видимо такого здесь ну ничего все равно повторяется то есть на мы можем а вот 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 наши партнеры то есть он прям точно такой же мы потом просто переиспользуем вообще без проблем поэтому да давайте делать дальше так партнерс html давайте сразу его подключим в индекс html вот сюда так партнерс есть можем закрыть и давайте сразу scss файлик новый компонентах партнерс scss очень хорошо что они повторяются мы потом просто очень легко их возьмем и будем использовать вот ну и конечно здесь тоже партнерс готово давайте ну сначала с чем идем что у нас здесь но здесь по факту все очень просто здесь у нас есть заголовок да секция партнерс дальше контейнер дальше из заголовок классом title из классом title центр да давайте мы его заберем ставим и есть сами партнеры давайте смотреть как они примерно устроены у всех у них один ну не один размер да видим 120 на 64 но внутри картиночки чуть-чуть разные ну это нормально так часто делают с этим нет никаких проблем самое главное что у нас блоки одинаковые то есть здесь дизайнер постарался слава богу поэтому мы сможем легко их использовать ну давайте будет листресет и уэл да партнерс лист ли партнерс item внутри будет ссылка я думаю да на партнера партнерс линк и внутри будет им джи партнерс лога пусть будет примерно вот так давайте сделаем перенос чтобы было лучше видно что мы делаем вот так да здесь напишем что лога 1 ну нам конечно лучше написать название но пока что мы напишем так это для простоты уже потом можете написать правильное название ну и наша задача экспортировать изображение здесь два пути на самом деле мы можем изображение экспортировать вот такое уже готовое либо попробовать экспортировать исходник и попытаться вставить его внутрь но я думаю что гораздо проще конечно сделать вот так поэтому мы возьмем сейчас наверное это свг-шки кстати у нас мы возьмем свг-шки и экспортируем хотя подождите видите у них разные по-разному все меняется а мы так не сможем сделать на самом деле так менять потому что знаете почему а так они еще хотя нет вроде одинаково сделаны да но это все таки это все таки пенжи не свг вот проблема тут в том что только последний логотип цветной все остальные у нас черно-белые поэтому ну мы возьмем их как они есть да в пенжи пусть будут но к сожалению не сможем сделать функционал цветной либо может быть если мы найдем эти логотипы в интернете попозже да ну давайте попробуем например найти хайер фит какой-нибудь такое вообще существует это существующие хайер фит как хайер фит фейсбук фейсбук мне нужен хайер граунд фит наверное не то ну да ну вот по крайней мере так вот сходу не нашелся ну хорошо давайте просто возьмем как есть а уже ховеры и не ховеры ну придумаем что-то свое наверное да и все partners 1 а давайте зададим папочку наверное будет удобнее partners да и в нее уже будем грузить partners 1 partners 2 и так далее вот здесь все достаточно просто я думаю будет чуть сложнее но оказалось достаточно легко и так вот тот момент когда дизайнер ну не продумал этот момент он конечно наверное и не должен об этом думать это все таки уже не совсем его дело вот но тем не менее партнер 6 отлично готово ну и теперь нам нужно здесь просто сделать amg partners 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 1 png проверим да действительно появился логотип второй не виден ну логично что он не виден давайте теперь значит здесь делаем путь 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 до партнера с 2 мы можем сразу здесь поменять налога 2 пусть так ну и 3 4 5 6 так 2 у меня 3 так 4 так я лишнего да все таки пропустил случайно момент ладно давайте вот здесь 5 ну и остается последний 6 и готово вот наши все элементики немножко они мыльноватые из-за того что png но что поделать макет у нас такой partners сразу обратимся к листу наверно и сразу зададим ему display grid read template columns repeat 6 1 fr да то есть 6 элементов у нас идет ну и вот между ними здесь давайте посмотрим 102 пикселя между каждым элементом я так понимаю поэтому gap мы напишем 102 пикселя проверим и вот все наши элементы уже выставлены уже все работает остается сделать последний момент это pixel perfect конечно же давайте смотреть как это все выглядит а выглядит в принципе уже даже ну плюс минус ровненько если смотреть по горизонтали вертикали вот вернее по горизонтали да по вертикали вот остается момент с паддингом давайте напишем пока 50 пикселей 0 условный паддинг да ну и конечно нужно назвать фон этой секции как раз таки мы сейчас узнаем еще и вот здесь какой правильный паддинг да фон этой секции у нас собственно давайте его найдем вот он f4 f5 f7 значит background color f4 f5 f7 вот так так проверяем ну и вроде как все в порядке с фоном вот с вот этим да мы здесь вроде что мы здесь задали давайте проверим вернемся 120 мы задали а в макете у нас 120 есть ну тогда да тогда все хорошо отлично сверху говорит 80 надо поставить ну давайте уточним правда ли это так 80 да действительно 80 подходит идеально давайте так и сделаем вернемся в код и вот здесь укажем 80 отлично заголовок на месте но теперь от него нужен отступ здесь мы зададим сейчас еще дополнительный класс partners title да то есть только для этого заголовка мы зададим отступ снизу нужный нам ну скажем пусть будет 50 там уже подправим это уже мелочи так давайте теперь найдем его и подправим ага видимо ровно 60 отлично ровно 60 пикселей ну и в принципе секция готова единственный момент который сейчас еще не готов это вот этот отступ непонятно правильный ли он у нас но мы не узнаем пока не сделаем вот эту секцию потому что она тоже на таком же фоне и как будет просто дальше ее поэтому оставим пока так и давайте добавим еще один HTML файлик да давайте так вот чтобы не пропал назову так пока и как же его назвать это в принципе отзывы testimonials получается да поэтому давайте переименовываем его в testimonials отзывы да и вот здесь тоже создадим testimonials css готово теперь подключаем естественно везде где надо testimonials и индекс html также подключаем вот я намеренно ускоряю вот эти части с подключением потому что я думаю что вы уже поняли за все эти части как это все подключать поэтому намеренно ускоряю быстрее это все делаю ну просто чтобы не тратить на это время так снова контейнер снова h2 title вот сейчас заголовок мы сюда напишем ставим точнее так что у нас тут еще ну есть какие-то отзывы это понятно и картинка единственное что непонятно относится ли картинка к этому слайдеру такое ощущение будто нет интересно так ну я предлагаю сделать здесь еще один блок testimonials контент наверное да вот и в нем будет вся левая часть то есть вот эта и правая часть уже будет отдельно потому что мы будем чуть-чуть иначе позиционировать ну и давайте создадим здесь слайдер видимо да мы можем в принципе зайти в портфолио секшен почему бы нет и оттуда общую структуру спокойненько скопировать кстати у нас стрелочки те же самые мы можем даже вот это скопировать то есть слайдер нав тоже можем забрать отсюда куда-нибудь давайте пока вот сюда вниз засунем пусть пока лежит там мы потом ее заберем ну и структуру свайпера мы можем спокойненько сюда вставить и удалить лишнее ну здесь лишние явно слайды давайте оставим только один для начала ну и здесь назовем что это у нас будет testimonials items пусть будет так свайпер на свайпинг пусть будет так и вот здесь у нас собственно сам контент да контент с картиночкой с текстом и так далее я предлагаю здесь сделать ну что мы сделаем мы просто сделаем testimonials testimonials item какой-нибудь да наверное даже вот так блоком и внутри укажем что у нас будет img testimonials item image да это будет отзыв ну пусть это будет human1 условный опять же это так мы либо старты потом будет параграф testimonials item text ну или desk если уже как хотите вот этот текст я думаю надо в типограф обязательно вставить проверить проверить я это сделаю за кадром но вот такая вот у нас суть хорошо ну и что дальше дальше у нас остается блок вот здесь момент кстати вот видите с точками поскольку не с точками а стрелочками мы стрелочки не можем вставить внутри слайда хотя они как бы выглядят как будто бы внутри слайда но мы это сделать не можем мы будем делать абсолютом ну здесь свои будут какие-то мелочи итак ну дальше наверное будет два спана спан с классом testimonials item автор автор собственно этого отзыва конвертс вот и будет еще один спан testimonials item ну пусть будет автор position наверное или автор пост ну вот я обычно так называю подобные вещи то есть кто он и какая у него компания вот пусть будет так позишн окей ну в принципе все давайте теперь вот это изображение экспортируем возьмем его наверное в png все таки лучше ну test testimonials автор выйдем по comg разумеется и его сюда ставим ну а здесь конечно же пропишем png test testimonials автор png вот как то так сохраним у нас появится наша секция готова уже угу есть еще картинка ну давайте эту картинку тоже сделаем она у нас будет находиться вот здесь за пределами testimonials контента просто будет testimonials image то есть я думаю что она все таки не является частью слайдера вот ну и давайте эту картинку также экспортируем сделаем так torrent jpeg test testimonials image так вернемся в код и укажем amg test testimonials image png на самом деле эта картинка не нужна она находится в каком-то описание и я даже скрою ее от филлевера она просто будет ну-ка такая как декоративная ну просто фоном ее сделать чуть сложнее поэтому сделаем попроще пойдем более простым путем так сказать окей ну все можно стилизовать то есть testimonials да и сразу давайте укажем testimonials item и будем в зависимости от этого что-то делать отлично так ну наверное сразу паддинги да паддинг 0 это тоже укажем 8 пикселей 0 возможно это подойдет даже нам почти если 100 ну где-то 97 условно во 97 подходит отлично есть далее давайте укажем для слайдера это у нас items получается да мы для этого items укажем что укажем мы для него максимальную ширину какую-то хотя нет даже не для него на самом деле да нужно для контента то есть для общего блока 600 пикселей ну давайте укажем как есть возможно изменим если что нет изменить не нужно все идеально встало здорово тогда получается нам нужно сделать вот что под заголовка да то есть вот здесь мы сейчас укажем еще testimonials title укажем здесь и нажим вот там ну тоже пока 50 там уже поглядим так смотрим ну в принципе похоже на правду почти да почти почти давайте менять тоже видимо 60 да пикселей встает идеально меняем готово ну и теперь в принципе items нам уже уже вроде как не нужно давайте слезать непосредственно item да во-первых image знаете наверное с image мы поступим чуть иначе мы сделаем оберточку все-таки в качестве diva и в него уже вставим этот класс потому что ну вдруг изображение вставят квадратным а мы хотим его сделать всегда круглым поэтому мы сделаем вот так и уже в зависимости от этого будем что-то менять ну вот смотрите что мы сделаем мы обратимся к image и скажем что вот размеры да давайте укажем размеры четкие что у нас здесь размеры 72 на 72 окей поехали значит в 72 72 overflow hidden я только повыше надо написать и border radius у нас будет 100% вот это важно мы сделали в принципе вот она даже чуть подрезалась как видим и для самой картинки внутри мы укажем что есть 100% есть 100% и object fit cover вот все картинка на месте все готово теперь после image идем к дескор и тут просто заберем те стили которые написаны непосредственно в нашей фигме давайте забираем вставляем так 4 2 4 5 5 1 вроде у нас что-то такое было давайте посмотрим да было color gray отлично значит var color gray есть контакт проверяем и конечно не забудем указать еще margin 0 это важно вот ну и теперь для image мы можем спокойненько сделать здесь margin bottom ну пусть 30 получается меньше 30 25 25 немножко здесь не совпадает но это уже абсолютно не важно это мелочи мелочи того как собственно рендрится шрифт в браузере немножко по-другому это нормально далее идем к автору сразу поставим дисплей блок чтоб перенесся ага вот и конечно нужно указать его правильные стили давайте заберем вернемся font-weight укажем как обычно цифрами в общем то мы делаем все все то же самое ну и здесь будет у нас var color ribbon насколько я помню да действительно ну и для desk нужно указать margin bottom то есть тоже пусть будет 30 пока наверно тоже 25 да получается да 25 отлично ну и остался получается after position тоже дисплей блок на всякий случай укажем ему вот и укажем верные стили font-weight normal я опять же не пишу потому что он уже прописан глобально так 78 это у нас color storm color storm вот отлично сохраним проверим почти все остается только вот здесь мы можем потом сделать ну там в пикселе 3-5 буквально 4 наверное да вот 4 подходит идеально здорово здесь все хорошо ну и последнее что нам осталось это разобраться с вот этими стрелочками ну последнее имеется ввиду именно именно вот здесь в флайдере разобраться со стрелочками кстати что здесь за ошибка находит testimonials image интересно почему давайте попробуем найти это дело так нам нужна папка img теперь testimonials image jpeg а я pinj указал может быть просто проверим да я указал действительно теперь какие-то есть итак стрелки стрелки у нас пока что находятся там где-то где угодно так сказать да нам нужно их расположить вот сюда мы можем это сделать как у нас есть свайпер да и собственно вот в нем мы уже можем это сделать внутри него получается надо вот этот слайдер нав вытащать отсюда и перенести к нам в слайдер но за пределы свайпер в раппер обязательно иначе будет проблема вот ну и конечно здесь меняем на testimonials эта класска так как-таки нам и позволит правильно все это дело стилизовать вот так потом сделаем тоже вот так ну и кажется кажется все вроде как все остается только собственно слайдер нав сам стилизовать слайдер нав вот ну что мы сделаем позишн только абсолют да позишн абсолют а для items мы зададим позишн relative на всякий случай он скорее всего будет от слайдера но мы должны точно указывать это и укажем что будет bottom 0 и right 0 надо было наоборот посмотрим что у нас теперь происходит со стилями так за index 15 flex вижу right 0 bottom 0 сработало а вот абсолют нет потому что слайдер нав его перебивает а почему а потому что потому что вот эти мини блоки они подключены ниже да вот они ага интересно значит нам нужно вот этот блок не буду лучше подключать все потому что мало ли что компоненты страницы не хочу ломать текущую верстку поэтому подключу именно вот так вот и теперь вот хорошо теперь работает все здорово здесь ну и остается нам их немножко подвинуть правильно по макету здесь давайте проверим как они выглядят ах вот так здесь мы можем попробовать панингом не использоваться точнее панингом снизу панинг bottom здесь пиксели условные да чтобы вот так сделать ну а вправо уже нужно будет подвинуть по-другому поэтому да давайте сделаем здесь панинг bottom 12 я так понимаю да и для соединенного тогда write минус 12 пикселей такой вот сдик готово ага нет не готово так не получится хорошо вот тогда тогда что здесь мы добавим наверное здесь эти 12 пикселей будем ну сделаем 612 тогда здесь 0 да ну и в принципе этого достаточно текст никуда не уехал значит все в порядке вот теперь у нас все четко все должно работать ну и конечно осталось расположить оба элемента да картиночку и это рядом друг с другом это мы тоже сделаем сейчас мы для контейнера зададим здесь testimonials контейнера собственно говоря то есть testimonials контейнер да укажем здесь тоже контейнер укажем display flex и может быть даже display grid можно было указать ну ладно flex у меня как-то привычнее и укажем здесь space between наверное хотя ну вот так пусть будет да space between оп готово почти посмотрим сейчас как это все выглядит понятно что картинка будет не на месте а даже на месте смотрите даже на месте но есть проблема в том что она расширяет секцию вот эту да а нам этого не нужно но это мы сможем поправить только тогда когда сделаем следующую секцию поэтому я оставлю сейчас все как есть давайте сделаем до конца работе слайдер и на этом закруглимся в этом в этой части а в следующей уже будем делать новую секцию и соответственно там вот эту картинку поправим уже так как она должна быть на место и да мы не задали фон еще вот этот вот это тоже важный момент вот теперь выглядит уже получше видите да продляется вот эта секция продляется вниз ну из-за падинга из-за того что картинка здесь но мы это немножко подправим давайте разберемся со слайдером что нам нужно перейти в JS компонент слайдер с JS ну и в принципе по факту что по факту нам нужно вот это вот взять скопировать вставить чуть ниже назвать это дело как testimonials слайдер указать здесь testimonials items точнее да slides preview 1 ну пусть будет gap почему бы нет он init нам не нужен и navigation у нас будет здесь просто testimonials сохраняем ну и кажется да все работает видите у нас обе стрелки неактивны неактивны потому что у нас один слайд да если мы сейчас слайд добавим вот сюда хотя бы второй то вот наши стрелочки появляются да и давайте сделаем их наверное поудобнее но в том плане что наверное мы сделаем здесь просто loop true вот и тогда мы сможем крутить вот так отлично ну еще чтобы я сделал наверное прям для точного удобства ну давайте во первых проверим как это все переполняется потому что абсолютный элемент это всегда опасность здесь все хорошо вряд ли конечно имена здесь переполнят но мы можем задать им ограничения ну скажем что-то примерное вот давайте найдем кнопки видим что они в сумме 96 то есть если мы зададим условно там padding cry 120 этого будет достаточно более чем давайте наверное так и сделаем вот здесь укажем на padding cry 120 пикселей даже наверное 110 нам будет достаточно и здесь тоже укажем padding cry 110 так мы будем точно знать что как бы мы не переполнили этот текст он просто не дойдет он будет переполняться ну то есть видите он да вот здесь ограничивается и точно не дойдет до этого блока даже если это было бы в строчку написано вот ну и здесь соответственно то же самое мы можем увеличивать сколько угодно но он все вот он остановится в этом месте и сейчас при следующем переполнении он просто получается так что произошло а нет все хорошо вот он просто перейдет дальше потому что уже как бы нет места главное что не наедет вот сюда ну в принципе и все склады рабочий все в порядке все корректно отрабатывает все на месте в момент а давайте сейчас мы еще проверим это тоже на всякий случай что именно в этот момент да ну немножко наезжает конечно на стрелке но ничего страшного это происходит мгновенно поэтому я думаю так оставим вот сады рабочий все в порядке ну и на этом все у нас получилось так что предыдущая часть была большая а эта маленькая ну ничего страшного так бывает пусть будет так вот и я думаю что в следующей части мы уже будем делать вот эту секцию с фактами и в эту секцию с recent news в принципе все они простые что вот это что вот это простые за раз сделаем и плюс вот эту картинку тоже поправим на место ну а на этом все всем успехов удачи до следующего видео и пока 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 не